Беседа 21, 242 Матфея 6, 24 Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Видишь ли, как Христос мало-помалу удаляет пристрастие к настоящим благам, и, предлагая обширное слово о презрении богатства, не спровергает владычество сребролюбия. Он не удовлетворился тем, что сказал прежде, хотя говорил много и сильно, но присоединяет и другие побуждения, более грозные. Что может быть поразительное теперь произнесенных слов, если богатство в самом деле может отлучить нас от работания Христу? И что в месте возделения, если презирая богатство, можем иметь истинное расположение и любовь ко Христу? Что всегда говорил, то и ныне скажу. Именно подобно искусному врачу, показывающему, что от невнимания его советом происходит болезнь, а от повиновения здравия Христос тем и другим, то есть пользой и вредом, побуждает слушателей к повиновению словам своим. Итак, смотри, как Христос, уничтожая препятствия, указывает и устрояет нашу пользу. Не потому только, говорит он, вредно для вас богатство, что оно вооружает против вас разбойников и совершенно помрачает ум ваш, но преимущественно потому, что оно, делая вас пленниками бездушного богатства, удаляет вас от служения Богу и таким образом вредит вам и тем, что делает вас арабами вещей, над которыми вы должны господствовать, и тем, что не позволяет служить Богу, которому всего более вы должны служить. Как прежде показал он двоякий вред для собирающих богатство на земле, и тот, что собирает богатство там, где тля истребляет, и тот, что не собирает его там, где стража самая безопасная, так и теперь показывает двоякий вред. И тот, что богатство удаляет нас от Бога, и тот, что оно порабощает Мамоне. Впрочем, не тот час выставляет это на вид, но наперед, высказывает общие мысли, говоря, таким образом никто не может служить двум господам. Здесь по двумя господами, разумеет он, господ, приказывающих совсем противные, один другому. Иначе они не были бы и двоими, ведь множеству веровавших, у множества было одно сердце и одна душа. Хотя верные были разделены телом, но помыслом были одно. Потом усиливая сказанное, спаситель говорит, тот не только служить не будет, но еще возненавидит и отвратится. В двух этих изречениях спаситель, кажется, выражает одну и ту же мысль, но не без причины, говорит он, так и с тем намерением, чтобы показать, как удобно перемениться на лучшее. Что бы ты ни говорил, я однажды навсегда порабощен богатством, угнетен им. Он показывает, что возможно и перемениться. Возможно перейти как на ту, так и на другую сторону. И так, высказав общую мысль, чтобы заставить самого слушателя быть беспристрастным, судьей слов его, и произнести суд на основании самого дела. Христос, как скоро увидел, что слушатель соглашается с его словами, тотчас открывает свою мысль. Не можете говорить, служить Богу и мамоне. Помыслим и ужаснемся, что заставили мы сказать Христа, сравнить богатство с Богом. Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатству и его самовластное владычество предпочитать страху Божию? И так что же, скажет кто-нибудь, уже ли не могло бы этого быть у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу, спросишь ты? Не о богатых, упоминая мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иов был богат, но не стужил мамоне. Имел богатство и обладал им. Был господином его, а не рабом. Он пользовался им как управитель чужого имения, не только не похищая чужого, но и собственное отдавая неимущим. И что всего более, он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетельствовал об этом, говоря, «Радовался ли я многому богатству моему? Потому-то и когда лишился богатства, не скорбил. Но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань мамоне, как некоему жестокому тирану. Любовь к богатству, овладев их сердцем, как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один из них не противится этим повелениям. Итак, не мудрствуй излишне. Бог однажды навсегда сказал, что служение Богу и мамоне не может быть соединено вместе. А потому ты не говори, что может быть соединено. Когда мамона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать ей собственное имущество. Когда Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а мамона жить блудно. Когда мамона повелевает упиваться и присыщаться, а Бог напротив обуздывать чрево. Когда Бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а мамона прилепляться к ним. Когда Мамона заставляет удивляться мраморам, стенам и крышам, а Бог все это презирать и почитать истинную мудрость, как же ты говоришь, что служение Богу и Мамоне может быть соединено вместе? Далее. Христос назвал Мамону госпожой не потому, чтобы Мамона по свойству своему была госпожой, но по причине жалкого состояния тех, кто раболепствует ей. Равным образом и чрево называется Богом, не по достоинству, но по причине бедственного положения служащих Ему. Что хуже всякого наказания и прежде муки может мучить пленного. В самом деле, каких осужденных не будет несчастней те, которые, имея Господа, Бога, свергают в себя Его кроткую власть и добровольно покоряются жесточайшему мучительству, несмотря даже на то, что отсюда и в настоящей жизни происходит величайший вред. Отсюда вред несказанный. Отсюда ссоры, обиды, растры, труды, слепота душевная. И что всего несноснее, служение Мамоне совершенно лишает небесных благ. Так, спаситель, доказав выше, что презрение богатств имеет свои выгоды, и именно сохраняет самое богатство и доставляет душевную радость, способствует приобретению любомудрия и ограждает благочестие. Теперь доказывает, что заповедь его и исполнить можно. Особенно дело лучшего законодательства не в том, чтобы состоит, чтобы предписывать полезное, но особенно в том, чтобы сделать его удобо исполнителем. Поэтому спаситель и говорит, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды. Но, может быть, сказали бы, что же, неужели все бросать? Тогда как же будем жить? На эти возражения спаситель отвечает заранее. Если бы он с самого начала сказал, не заботьтесь, то его заповеди оказались бы тяжкими. Но как скоро он показал вред от сребролюбия, то тем самым уже сделал настоящее увещание свое удобо приемлемым. Потому теперь не просто сказал, не заботьтесь, но присоединил к заповеди и причину. После того, как сказал, не можете работать Богу и мамоне, и говорит, поэтому и говорю вам, не заботьтесь. То есть по причине великого вреда. Не только попечение, а снискание богатства для нас вредно. Но даже вредна излишняя заботливость о самом нужнейших вещах, поскольку ею подрывается ваше спасение. Она удаляет вас от сотворившего, промышляющего и любящего вас Бога. Посему, говорю вам, не заботьтесь. Показав величайший вред от пристрастия к богатству, Христос простирает далее свое повеление. Он не только повелевает презирать богатство, но запрещает заботиться и о нужной пище, говоря, и не заботьтесь, что вам есть и что пить. Христос не потому сказал так, будто душа имеет нужду в пище, она бестелесна, а применительно к обычному способу выражения у людей. Ведь хотя душа и не имеет нужды в пище, но не может пребывать в теле, если она не питается. И это наставление Христос не оставляет так, а опять приводит и здесь доказательства, заимствуя их из нашей природы, из других примеров, из нашей природы, что тело не больше ли души и пищи? То есть тот, кто дал большее, не даст ли и меньшее? Тот, кто образовал плоть, имеющий нужду в пище, не даст ли ей пищи? Поэтому не просто сказал, не заботьтесь, что есть и во что одеваться, но присоединил тело и душу, так как отсюда хотел заимствовать свои доказательства через сравнение. Далее Бог однажды даровал душу, и она пребывает всегда одинаковую, а тело возрастает каждодневно. Это то самое желаю показать, то есть бессмертие души, тленности тела. Спаситель прессов купил. Далее. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть, умолчав о душе, как не получающий приращения? Он сказал только о теле, показывая тем, что и тело возвращает не пища, но божий промысел. Павел, объясняя это другими словами, сказал, «Посему насаждающие, не поливающие, но все Бог возвращающие». Вот как Спаситель убеждал доказательствами, заимствованными из нашей природы. Другими же примерами он так научал. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Чтобы не сказал кто-либо, что заботы нам необходимы». Он отклоняет от этого сравнениями, как говорят, и от большего, и от меньшего. От большего примером души и тела, от меньшего примером птиц. «То есть, если Бог так течется о самых низших тварях, то уже ли вам не даст того, в чем вы имеете нужду?» Так он говорит простому народу. Но дьяволу не так, отвечал, а как же, «Не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Здесь говорит он о птицах и очень убедительны. Пример их имеет великую силу. Впрочем, некоторые нечестивцы дошли до такого безумия, что порицают и этот пример. «Кто хочет действовать на свободную волю, говорят они, не должен ли этого заимствовать примеры из природы физической, потому что здесь действует необходимость». Что же нам сказать на это? Хотя здесь точно действует необходимость, но мы можем тоже делать и по своей воле. Спаситель не сказал «смотрите на птиц, они летают». Это человеку невозможно. Но сказал «смотрите, они питаются без заботы». А это и нам, если захотим, легко исполнить. И это доказали те, которые самым делом то исполнили. Потому-то особенно и должно удивляться благоразумие законодателя, что он, хотя и мог представить пример людей и указать на Илию, Моисея, Иоанна и других подобных, не заботившихся о пище, но чтобы сильнее поразить слушателей, упомянул о бессловесных. Если бы он указал на тех праведников, то слушатели могли бы сказать ему, что мы еще не сделали с подобными им. А теперь, умолчав о них и привешив в пример птиц небесных, пресек всякий повод к извинению, подражая и в этом случае древнему закону. И Ветхий Завет посылает то к пчеле, то к муравью, то к горлице, то к ласточке. Немалую часть приносит нам, когда мы силой воли и честь великую, приносит нам то, что мы силой совершаем то, что они имеют от природы. Итак, если Бог имеет такое попечение о вещах, сотворенных для нас, то тем более о нас. Если печется о рабах, то тем более о господине. Вот почему Спаситель сказал, посмотрите на птиц. И не прибавил, что они ни корчемствуют, ни торгуют. Так это относится у иудеев к делам презренным. А прибавил, не сеять, не жнут. Итак, уже ли не должно сеять, скажет кто-либо. Нет, Он не сказал, что не должно сеять, но что не должно заботиться. Не сказал, что не должно работать, но что не должно быть малодушным, изнурять себя заботами. Он велел и кормиться, но не заботиться о пище. На эту мысль намекает и Давид, когда говорит, отверзаешь ты руку твою и исполняешь всякое животное благоволение. И в другом месте, дающий скотам пищу их и птенцам воронам, взывающим к нему. Кто же скажешь ты, не заботился? Уже ли не слыхал ты, сколь многих праведников я представил тебе в пример? Не видишь ли между ними Якова, который вышел из отеческого дома без сего? Не слышишь ли его молитвы? Если даст мне Господь хлеб есть и одежду одеться? Говорил он. Это означало, что ни о чем не заботился, но просил всего от Бога. Тоже исполнили апостолы, которые, отвергнувши все, ни о чем не заботились. То же самое показали и те пять тысяч, и три тысячи уверовавших. Если же слышат такие слова, не хочешь освободиться от тяжких житейских курс, то, по крайней мере, помыслив о бесполезности своей заботы, оставь ее. Ибо кто из вас, говорит за спаситель, заботясь о себе, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Смотри, как он представил, уже очевидный пример, сделал ясным то, что могло показаться тебе непонятным. Как телу, говорит он, при всем попечении твоем нисколько не может прибавить роста, так точно не можешь не искать пищи, хотя считаешь это возможным. Из этого ясно, что не наше старание, но Божий промысел приводит все то в исполнение, что, по-видимому, совершаем мы сами. Так что, если Бог оставит нас, то ни попечение, ни заботливость, ни труд, словом, ничто не поможет нам, но все будет тщетно. Итак, не будем думать, что заповедей Божьих невозможно исполнить. И ныне многие исполняют их. Если же ты этого не знаешь, то ничего нет удивительного. Или я думал, что остался только он один, но услышал от Господа, говорящего, что я сохранил 7 тысяч мужей. Отсюда видно, что и ныне есть много таких, которые ведут жизнь апостольскую, подобно как и тогда, 3 тысячи и 5 тысяч уверовавших. Если же мы не верим этому, то не от того, что нет добродетельных, но от того, что мы сами слишком мало делаем. Предавшийся пьянству нелегко может поверить тому, что есть какой-либо человек, который не пьет даже воды, хотя и это многие из монахов исполняют на наших глазах. Походливый не вдруг поверит, что легко может сохранить девство. Хищник не скоро поверит, что есть такие, которые охотно отдают и свое. Так и те люди, которые каждодневно изнуряют себя бесчисленными заботами, не скоро примут учение о том, что можно быть свободным от житейских забот. А что многие исполнили это учение, мы можем доказать примером тех, которые так любомудрствуют и в наше время. Но на первый раз для вас достаточно будет, если вы научитесь нелихаимствовать, почитать добром милостыню и узнаете, что должно уделять от своих имуществ неимущим. Если, возлюбленный, ты исполнишь это, то скоро будешь в состоянии исполнить и то. Итак, прежде оставим ненужную пышность, станем держаться умеренности и все, что думаем получать, научимся приобретать праведными трудами. Так и блаженный Иоанн, когда беседовал с собирающими пошлины и воинами, заповедовал довольство ся жалованием. Он хотя желал возвести их к другой, гораздо высшей мудрости, но поскольку они к тому были еще не способны, то предлагает низшую заповедь. Если бы он стал внушать высшие заповеди, то они не только не стали бы внимать им, но и не исполнили бы и низших. Поэтому и мы занимаем вас истинными низшими. Мы ведь знаем, что бремя, нелюбостяжание превосходит силы ваши. И сколько отстоит небо от земли, столько от вас такое любомудрие. Итак, по крайней мере, сохраним последние заповеди. Немалый – это урок. Правда, некоторые из Еленов исполнили и ту заповедь, о которой мы рассуждаем, и оставили всякое имущество, хотя и не с таким расположением, с каким должно. Впрочем, для вас довольны будет и того, если вы станете щедрой рукой раздавать милостыню. Потому что, когда мы будем таким образом вести себя, то скоро станем исполнять и ту заповедь. Если же этого не станем исполнять, то какого мы достойны будем прощения? Мы, которые обязаны превзойти ветхозаветних, а между тем оказываемся хуже и еленских мудрецов. Что скажем мы тогда, обязаны быть ангелами и сынами Божьими? Не соблюдем и человеческих обязанностей. Похищать и желать чужого свойственно свирепым зверям, а не кротким людям. Даже похищающие чужое не сравненно хуже и самых зверей. Зверям это свойственно от природы, а мы, будучи украшены разумом, но унижаясь до неестественного неблагородства, какое получим прощение? Итак, представляя степени любомудрия нам указываемого, по крайней мере будем достигать середины, чтобы от будущего наказания освободиться, и преуспевая таким образом достигнуть и высших благ, которых все мы досподобимся благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Ами!